Слава Богу, братья и сестры! Бог дал нам возможность. Мы все время больше начинаем это напоминать, что дал нам возможность собраться. И то, что Бог раньше нам предупреждал и говорил, что вы будете желать, чтобы увидеть лицо друг друга, и мы сразу же себе представляли картину прошлого. Была ситуация, где было тяжело встретиться, собраться, но никто не думал, что это может случиться вот в такое мирное время, и что мы сами, мы верующие люди, мы будем способствовать этому. И вроде бы с добрыми намерениями переживать за наше здоровье. И поэтому верующие люди, они сами даже настолько реагируют, как это вы собираетесь? Как вы можете это делать? Вы вредители общества? Настолько дьявол поменял свою тактику. Если мы говорили, что в Союзе он был прямо бегущий, то теперь он здесь сгибающийся. Он очень хитрый. Он подходит так, чтобы мы сами помогали ему. Поэтому пусть Бог укрепит нас в вере. Сегодня в нас молитва за детей. Это то, что драгоценное на земле дал для нас Бог. Это наши дети. И мы очень сильно переживаем за их жизнь, за их здоровье. И сами все вы знаете, что когда болеет ребенок, нам кажется, что лучше бы мы переболели, но чтобы он был здоровый. Мы очень переживаем за это. Поэтому это было во все времена. Так было. Родители переживали. И во времена Иисуса Христа родители тоже переживали. И было обстоятельство, что-то похожее немножко к нам. Потому что фарисеи говорили и священники, кто пойдет к Нему, кто пойдет к Иисусу Христу, там, где Он ходит, там, где Он проповедует, будет что? Отлучен от синагоги. Вот это ничего не меняется в нас в жизни. Оно идет так. Всегда есть какая-то опасность, чтобы быть верным Иисусу Христу. И вот родители, они слышали, что есть Тот, Который переживает за людей. Пришел, Он дает здоровье, Он благословляет. Поэтому они приводили, написано от Марка, 10 глава, 13 стишок, приносили к Нему детей, чтобы Он прикоснулся к ним. Ученики же не допускали приносящих. И, увидев то, Иисус вознегодовал и сказал им, «Пустите детей приходить ко Мне, и не препятствуйте им, ибо таковых есть Царствие Божие». Истину говорю вам, кто не примет Царствие Божие как дитя, тот не войдет в Него. И обняв их, возложил руки на них и благословил их. Родители очень переживали за своих детей. И они их приносили и приводили, потому что здесь говорится, что Он возложил руки на них и благословил, обнял их. Поэтому были дети разного возраста. Одних руки возложил, других обнял, и он заботился. И родители особенно, они переживали за это, чтобы детки их были благословенные, чтобы все у них было хорошо. Поэтому мы должны понимать, что, живя здесь на земле, мы очень заботимся. Очень. Но бывает так, что мы чрезмерно заботимся. Чрезмерно. И не доверяем Христу. Не доверяем. Как и ученики, они заботились о служении Иисуса Христа. Они переживали, чтобы люди приходили, слышали Слово, чтобы люди исцелялись. И поэтому они детей не допускали. Они смотрели и думали, ну что, они нормальные, здоровые, все хорошо. Они не знали, только родители знали, что не все хорошо. что нужен Иисус для их детей. Потому что одни были послушные, и родителям хотелось, чтобы они еще были крепче послушные. Другие непослушные, и они вели к Нему, и они знали, что Он обнимет, положит руку, и они будут послушные. Поэтому ученики этого не видели. Они переживали за большее, глобальное такое служение. А мамы, родители, они переживали то, что в их доме. И это естественно. Поэтому мы переживаем за детей наших. И мы хотим, чтобы дети наши, они были счастливы, они служили Богу, они были здоровы. Поэтому здесь Христос говорит, Он обратил внимание на заботу учеников, что ученики так заботятся о Царствии Небесном, о глобальном таком служении, и Он, можно так сказать, их останавливает. И говорит, что если не примете Царствия, то есть не будете как дети, то не войдете в Царствие Божье. Потому что их забота была о Царствии Божьем, чтобы все люди спаслись. И Христос их останавливает. Кто не примет Царствие Божье как дитя, тот не войдет в Него. И мы понимаем, что самое такое первое, что человек, как ребенок, когда он приходит ко Христу, он должен признать, что он немощен, что он нуждается в заботе. Потому что дети, они немощны, они нуждаются в заботе. И чтобы кто-то за ними заботился, они ничего не могут сделать сами. Поэтому Христос говорит, что самое первое, вы должны понять, вы должны быть как дети, вы должны признать, что вы немощны, вы бессильны. тогда можно что-то делать. Ребенок, он не имеет своей воли. Вот куда его положили, куда его поставили, как одели, что ему сделали, он соглашается. Он не имеет своей воли. И вот это, что требуется к нам, чтобы мы понимали, что у нас нет своей воли. Сегодня мир, воспитывая наших детей в школах, они говорят, ты личность, ты имеешь право на все. Никто не имеет права вторгаться в твою жизнь, даже родители. Если у тебя какие-то проблемы, приди, скажи нам, и мы займемся с твоим родителем. И мы видим, что есть такие проблемы, как будто они заботятся о наших детях, и они им помогают. Но это беда. Это беда. Поэтому мы должны понимать, что дети, они не имеют своей воли. И мы, как дети Иисуса Христа, дети Божьи, мы тоже не имеем своей власти, своей воли. Но нам хочется этого. Мы, как дети наши, они капризные, можно так сказать, они добиваются своего, нет, я хочу. И они начинают это с маленького, они начинают это с самого такого возраста. Вы знаете, что они начинают требовать внимания и требовать свою волю. И это даже до годика дети наши проявляют свою волю. Они хотят, чтобы было так, как они. они не спят ночью. И вот когда родители должны спать, они плачут, они не спят, они что-то требуют. И вот здесь родителям нужно показать, что нету у тебя воли, что тебя положили, и ты должен спать. И на сегодняшний день многие родители, они не соглашаются с этим. Они говорят, вырастет ребенок, а тогда он поймет, что нужно делать так. Поэтому они не прилагают старания. И Писание говорит, что воспитывайте детей ваших в учении Господнем. И это есть учение Господнее, чтобы мы понимали, что дети, они должны повиноваться, у них нет своей воли. И мы знаем, что даже сам Иисус Христос, когда Мария пришел к ней ангел и сказал блаженное, и он ей сказал, что ты зачнешь и родишь. И он будет называться Сыном Божьим. Он сядет на престоле Давида и будет царствовать вовек. Представьте услышать такое любой девушке или маме, что твой сын, который родится, он будет царь, и он будет называться Сыном Божьим. И вот как бы мы на это среагировали, как бы мы это приняли бы. И когда Христос родился, пришли пастухи, пришли волфы, и все рассказывают, говорят, ангелы явились, говорят, звезда явилась. И Мария все складывала это в сердце своем, но она воспитывала его в учении Господнем. И сам Христос, так о нем сказано было, и вдруг является ангел Иосифу и говорит, Иосиф, возьми, возьми сына твоего и матерь его, и иди в Египет, потому что ищут души, чтобы погубить. И кажется, как это так? Только что было провозглашалось, только говорилось, что он будет царем, что он сыном Божьим, и вдруг человек, пусть это царь, он может погубить его. Как это может быть? Но они, понимая волю Божью, не возмущаются, они ничего не говорят, а берет Иосиф и идет в Египет. И это для нас родителей, когда мы знаем, что мы рождаем детей и рождаем их для Бога. Но у нас есть забота о детях наших. И это обязанность родителей, чтобы понимать, что мы должны воспитывать в учении Господнем. Мы должны детей наших воспитывать в этом. И понимать, что это есть большая ответственность. большая ответственность, чтобы приучить ребенка, чтобы он знал, что он повинуется родителям. Не говорить, что вырастет и будет повиноваться, он поймет. Не будет он повиноваться. Не будет. если ему с самого начала не показали путь смирения, не будет. И Мария и Иосиф, они воспитывали Иисуса Христа. И когда ему было 12 лет, и он остался в Иерусалиме, и родители искали, и пришли, и говорят, Чадо, что ты сделал с нами? Я и отец, мы искали тебя. Три дня прошло. И они даже много внимания не вделили тому, что все его слушали и удивлялись, что откуда у него такая мудрость и знание Писания. Они на это даже не обратили внимания. Они взяли его и повели. представьте нас, чтобы наш ребенок такой был мудрый у 12 лет, чтобы он настолько знал Писание и мог говорить, что священники все слушали и удивлялись. Где бы наш был ребенок, скажите? Пошел назад в свой город и в повиновении родителей там написано, что был в повиновении своих родителей аж до скольки? До 30 лет. Скажите, что бы мы сделали, если бы у нас такая была ситуация? Мы бы сразу повезли своего сына по всем церквям, чтобы его слушали, мы бы ему ставили здесь табуреточку, чтобы повыше он был за кафедрой и говорил, проповедовал. Мало того, мы бы возили его по всей земле. И сразу уже нашлись спонсора, билеты брали на край географии, куда только угодно. И мы бы родители позволили бы это. Я думаю, вы все сейчас, кто в этой церкви долгое время, вы сейчас все думаете, что был такой случай в этом городе, был такой случай, был такой человек, которому был в таком возрасте и повезли родители по церквям. и начали звонить с других городов и погубили сына. Погубили. Я свидетель тоже одной семье, когда отец при таком сыне мне говорил и говорил, что Виктор, когда он был маленький, Бог сказал, что он определил его для великого служения, что этот сын, он будет великим, Бог его будет использовать. И когда этому сыну исполнилось 16 лет, он плакал горкими слезами, и мы были свидетелями, когда он говорил, почему так, почему я стал наркоманом, почему я не могу ничего с собой сделать, почему, потому что в других семьях запрещали детям, а мне никто ни разу не сказал нельзя, никто ни разу не сказал, в других семьях детей наказывали, а меня никто никогда не наказал, и он плакал горкими слезами, почему так, братья и сестры, я сегодня не просто это говорю, потому что мы свидетели этих слез, потому что родители не поняли, не поняли своих обязанностей, что если Бог и определил, если Бог избрал вашего ребенка, то вы его должны воспитывать в учении Господнем, в учении Господнем, показать ему, что у него нет своей воли, что есть родители, что когда ты возрастешь, тогда ты будешь проявлять свою волю, но пока ты в отцовском доме, независимо сколько тебе лет, ты подчиняешься отцу, как многие дети ждут 18 лет, а 21 тем более, почему? Почему Христос не ждал этих лет, а был до 30 лет повиновения своих родителей? И это учение Господнее, это учение Христа, и мы сами родители потворствуем тому, что тебе 18 лет, оставляй дом, уходи из дома, или 21, тем более, все, уходи, иди снимай квартиру, иди живи, и вроде бы мы хотим, чтобы они были самостоятельны, но их не призвал еще Господь, Он их не призвал, почему вы их выгоняете из дому? Потому что нужно что? Отчеты давать, чтобы был медикал, чтобы было деньги, и мы отправляем своих детей, и они идут, снимают квартиры, и они не могут оплатить, чтобы им быть, они берут себе еще людей, или к кому-то идут, и там худые сообщества, и они развращают добрые нравы. И мы потом говорим, а что же случилось с нашими детьми? А почему они такие стали? А потому что мы не воспитывали в учении Господнем, потому что мы думали о мамоне, мы думали о своем медикале, и еще что-то. Мы не переживали о том, что мы вырастим ребенка, и он будет верный Богу, он будет представлять Иисуса Христа на этой земле. И если я в старости лет ослабею, то медикал мне не поможет, а он придет, возложит руки на меня, и я буду здоровый. И я буду здоровый. Вот эта наша цель должна быть в учении Господнем, что мы детей воспитываем наших, чтобы они были в воле Божьей. И мы знаем, что мать Иисуса, она подошла к Нему и говорит, «Проблема, проблема, все радуются, все хорошо, свадьба идет, но есть недостаток». Он говорит, «Что тебе и мне? Что тебе до этого?» Но она знала, что она воспитывала его в учении Господнем, что она воспитывала его в том повиновении, и уже он в воле Божьей, но почтение к родителям осталось. Он в воле Божьей, он уже подчиняется Богу, но она знает, что они его привели к этому, родители привели, они приложили все старания, они это делали, и они привели его, поэтому она смело подходит и говорит есть нужда, и он как будто отказывается, но он понимает, что это родители, я не могу им отказать, и дает приказание, что делать. Братья и сестры, это наша цель, это наша цель, чтобы дети наши были во власти Иисуса Христа во повиновении Божьем, но они будут тогда повиноваться, когда мы их научим, чтобы они повиновались нам. И если мы не научим детей, если мы будем лелеять детей наших, потому что написано лелеять сына твоего, и он тебя ужалит потом, ты будешь плакать. Поэтому в учении Господнем мы должны понимать, что дети, они не могут делать то, что они хотят. Они делают то, что говорят им родители. И если в них этот навык будет, они будут научены, что у них нет воли своей, что они не могут делать то, что они хотят. И еще, что должны дети делать, это питаться, чтобы расти. И это наша забота родителей. Мы очень сильно переживаем, чтобы они покушали. И бывает, что мы сидим или кричим, или упрашиваем, чтобы ребенок покушал. Он говорит, не хочу, не могу. И мы говорим, смотри, какой ты худенький, что с тебя будет. И это наша забота, как родители, чтобы в этом даже не их воля, а наша, мы кормим. И мы даем пищу, какую мы хотим, какую мы имеем. поэтому это наша родительская забота, чтобы кормить детей нашим, пищей, духовной, чтобы они возрастали. Если они не будут кушать, они не будут расти. Если мы детям не будем давать Слово Божьего, если не будем с ними сидеть, как мы сидим за столом и ложку вставляем в рот, они не хотят, но мы их кормим, так мы обязаны кормить детей наших духовно. Это наша обязанность. Хочет он или не хочет, он должен кушать. Пока он в моем доме, он должен кушать. Он должен питаться от Слова Божьего, чтобы возрасти в мужа совершенного, чтобы прийти в полный возраст. Это наша задача. И когда Христос пришел в полный возраст, и в Него были все эти навыки повиновения, послушания, питания, потому что, когда мы даже выросли, мы не скажем довольно кушать. Все, мы уже пришли в совершенный возраст. Зачем дальше кушать? но мы кушаем, мы продолжаем, мы уже сами знаем, нам не надо папа, мама, чтобы нас кормили, мы сами уже кушаем. Поэтому, когда мы приходим в совершенный возраст, мы должны понимать дальше, что все, что говорили нам родители, к чему они нас учили, это учение Господнее не иметь своей воли, признать свое бессилие, повиноваться во всем, питаться, чтобы прийти в возраст совершенный. Это задача нас, родителей, привести детей в таком образе перед Богом. И когда у них есть навыки, тогда легко Богу с ним и работать, они дальше понимают, что они ничего не могут сделать без Бога. Они не проявляют свою волю, потому что знают, что есть Отец Небесный, и да будет воля Его всегда. Они знают, у их есть навык, они понимают, они знают, что им нужно питаться постоянно, чтобы иметь силу. И когда пришли в возраст, они знают, что нужно трудиться, что нужно идти и проповедовать, исполнять волю Божью. Но если мы этого не научили, если мы ребенку привили и сказали, что ты личность, да, ты хочешь это, это, ты не хочешь обувать эту обувь, да, давай другую, поеду куплю, я уже одевал, я уже это делал, что я должен это делать, хорошо, я сама сделаю или сам. и мы не воспитываем в учении Господнем, и мы думаем, что дети наши, когда вырастут, они познают Христа, и они будут слушать Его. Но практика и жизнь наша показывает другое, и мы видим, мы видим, что не так. я помню, когда в одной семье был, и дети были маленькие, и этот человек говорит, мои проповедники, и вы знаете, возмудился дух во мне, и я ему сказал, прости меня, дорогой, не будут они проповедниками, не будут. Он говорит, почему? Потому что ты не проповедуешь им, ты их не воспитываешь в учении Господнем, они растут как хотят. Не, они вырастут, они поймут, они у меня умные. И когда они были в тюрмах, он горько плакал. Я ему говорил, и наши братья были в тюрмах, но они там проповедовали, они были за Слово Божье. А у тебя за что? За что? Потому что не воспитывал в учении Господнем, не говорил, что нет у тебя воли своей. Нет у нас воли, братья и сестры. Если мы не отвергнем, это первый шаг, когда мы приходим к Иисусу Христу, самое первое, Христос говорит, что отвергни себя, отвергни себя, возьми крест свой и следуй за Мною на Голгофу и там умри и воскресни в обновленной жизни, чтобы уже не ты жил, но я жил в тебе. Это учение Христово, это учение Господне, и мы обязаны учить детей наших с маленьких влагать им, говорить, это наша забота, потому что если мы потворствуем им, если мы выполняем все их прихоти, мы будем горко плакать, и они будут винить нас, они будут винить, они скажут, мало били меня, мало, и как этот юноша, который плакал и говорил, почему, почему в других семьях наказывали детей, почему запрещали, почему мне не запрещали, почему я дошел до такого состояния, потому что они услышали, что у Бога план для тебя, и забыли свои обязанности, у Бога был план для Иисуса Христа, но он прошел все, родители вложили все, и был он по виновении родителям своим, поэтому пусть Бог поможет, пусть Бог благословит каждого, чтобы не плакать нам потом, чтобы нам понять, что большую ответственность положил на нас Бог в воспитании наших детей, большую ответственность, я слышал один человек говорил, что моя задача родить детей, а Бога задача спасать их, это обман большой, большой обман, наша задача родить и привести в совершенный возраст, чтобы они имея навык божественный навык повиновения они вступили в служение Богу, и тогда Христос выходит и говорит, что все, что я говорю не свое я говорю, не свое, а то, что дает мне Отец, и все, что я творю это не мое, это не мое, это все, что дает Отец, откуда такая верность, потому, что был верен родителям своим, и он не заботился и не говорил, папа, мама, он сказал им, он сказал, что я должен исполнять волю Отца моего небесного пославшего меня, он сказал это в 12 лет, но родители не обратили на это внимания, и он тоже не стал возмущаться и не говорить, что вы что, вы что не видите, какая мудрость в 12 лет, я уже пойду, вы отсталые родители, вы не понимаете служения Божьего, сегодня многие молодые люди заявляют родителям своим и говорят, вы не понимаете, вы служили Богу по-старому, вы все сейчас новое, мы познали Бога, радуйся, иди, да, радуйся, веселись, юноша, но знай, что за все дашь отчет, за все дашь отчет, поэтому, мы должны понимать, что маленького внушать, чтобы в 12 лет он уже не противился, а свободно сказал, иду с вами, зная даже волю Божью, он идет, он повинуется, и это наша забота, это мы должны говорить, мы никогда детям не должны внушать или говорить, что в 18 лет оставишь дом мой в 21, никогда этого не должны говорить детям, простите меня, может вам это не нравится, но вы делаете большие ошибки, вы можете сказать, да, у нас есть дети, и ушли, и они верующие, уволили они полностью Божьей, умеют ли они слушать так Бога, как должны были слушать, умеют ли, да, они ходят в церковь, они сидят, они не пропускают, но это ничего не говорит, что они в воле Божьей, что они исполняют волю Божью, это не говорит, и сколько бы мы в церковь не ходили, и утешали себя, что мы не пропустили собрание, что мы находимся на собрании, но на улице мы боимся сказать, что жив Христос, что Христос живет во мне, и я в нем живу, могут ли наши дети это сказать? Могут они сказать, потому что церковь, она есть тело Иисуса Христа, она представляет живого Иисуса Христа на этой земле, потому что Христос сказал, в тот день вы узнаете, что я у вас, а вы во мне, вы во мне. И когда Филипп сказал, покажи отца, он сказал, Филипп, разве ты не знаешь, что видевший меня видит отца? И на сегодняшний день нам Христос дал право, чтобы мы показывали Христа на этой земле, что Он живой, что Он воскрес, что Он находится в церкви, в теле своем. Когда я жил в другом штате, я пришел на собрание, и служителя мы собирались в этом, в братской, и я сказал, говорю, братья, я встретил одного человека в городе, и он сказал, что я хочу видеть Иисуса Христа. Где Его увидеть? Говорю, я Ему дам адрес. Они так смотрят на меня, говорят, и какой адрес? Ну, как какой адрес? Там, где находится Христос в теле. Я дал адрес, и Он должен сегодня прийти. Я дал адрес церкви. Они говорят, а что же Он здесь увидит? Иисуса Христа. Иисуса Христа. И если мы боимся сказать, предоставить, написано, когда сойдет на вас Дух Святой, вы будете свидетелями моими. Вы примите силу, чтобы быть свидетелем. чтобы сказать, что видевший меня видел Иисуса Христа. Как мы боимся этих слов. Почему, братья и сестры? Почему? Потому, что не пришли в совершенный возраст. Христос не мог сказать в 12 лет, что видевший меня видел Отца Моего. Нужно прийти в совершенный возраст. Но к стыду нашему мы возрастаем очень долго. Очень долго. И бывает, что уже нам переход от этой земли, а мы не возросли в образ Иисуса Христа. И это печально. Поэтому сегодня Бог говорит нам, родителям, что это нужно делать не тогда, когда водное крещение принял. Это нужно делать, когда он родился. И в первый год показать ребенку, что нет воли его. Что какую постель положил, там будешь спать. какую соску дал, такую будешь. Какую игрушку дал, вот с такой будешь играться. О, это жестокие родители. Как это так, если ребенок не хочет с этой игрушкой играться? И во всем, во всем, если мы не научим, не смогут они исполнять волю Божью. И написано, что слава стариков, сыновья сыновей. И не просто сыновья, которых много, а которые исполняют волю Божью. Волю Божью. Поэтому пусть Бог благословит, дорогие друзья, чтобы мы сегодня поняли, что Дух Святой, Он хочет сказать нам, родителям, бабушкам, дедушкам, детям, всем сегодня говорится, что мы должны воспитывать, воспитываться в учении Господнем и возрастать в совершенный возраст, чтобы Бог мог использовать нас. Чтобы Бог мог использовать нас. И очень приятно слышать, когда молодые люди, они свидетельствуют здесь, когда они пришли в ресторан, где они кушали и посадили человека, который просил у них кушать, и они при всех людях стали исполнять волю Божью. Они не постыдились, они стали молиться за этого бездомного человека, и он упал. Он упал, этот человек. Весь ресторан обратил внимание, что это. Но эти молодые люди, они не вздрогнули. Они сказали, успокойтесь, все нормально, мы молимся. Помолились, и он встал, он плакал, он рыдал, этот человек. Это люди, которые могут повиноваться Богу. И мы хотим видеть всех наших детей, чтобы они были смелыми, чтобы они имели силу быть свидетелем Иисуса Христа. Потому что Христос сказал, все, что я сделал, сделаете вы, и более всего сделаете. Почему мы боимся наших детей, чтобы они молились за кого-то? Поэтому пусть Бог поможет, братья и сестры, чтобы мы это поняли, и даст нас силы, чтобы мы всегда пребывали учение Господнем и понимали, что нужно быть как дети, чтобы войти в Царствие Небесное. Да благословит нас всех Господь. Сейчас мы будем молиться за детей. Давайте мы все встанем. Родители, пожалуйста, с детьми пройдите сюда наперед. Редактор субтитров субтитров